АЛЬМА МАТО И мы, Михаил Коробицкий И Елена Хроменкова Сегодня вспомним, как мы отметили День покровительницы всех студентов И поучимся танцевать нижний брейк И споем акапелла Ну что, поехали? Как прошел тест-драйв для будущих Акул-Пера? Студенты журфака отправились в народ Вместе с редакторами программы Альма-Матер Кто зажигал в танцевальных баттлах? Международный чемпионат по хип-хопу прошел в Могилеве КВН в День Святой Татьяны Как борода и шапка помогли начинающим юмористам И другие события нашей студенческой жизни Прямо сейчас Миша, а ты знаешь, почему святая Татьяна Считается нашей студенческой покровительницей? Думаю, она училась исключительно на повышенную стипендию Темный ты, Миша, без просвета, даже дремучий Зато веселый А любимая передача у тебя не КВН, сочи? Точно, и не только у меня Смотрим сюжет Мам, 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 можно я с Машинкой поиграю? Да, конечно, поиграй Эй! Вот так весело и задорно пролетели два часа Самой веселой и находчивой игры Лошадиную дозу безудержного смеха Подарили зрителям белорусские юмористы Многие играют в КВН, чтобы нравиться девушкам Вот эти ребята играют ради этого А я уже нашел свою любовь к КВН Символично, что юмористическое состязание Прошло практически в одно время С Днем студента или Татьяниным днем А у каждого праздника, как водится Есть свои последствия Большая часть времени была связана именно эта команда Репетиции и так далее, и так далее, и так далее Это обязательно какие-то смешные истории Это обязательно, наверное, воспоминаниях Халява, приди в окно крики перед сессией А на КВНщиков в этот день Еще и снисходит вдохновение Ну а дальше дело техники Надо смешно шутить Надо писать съемок Ну и... Ну и борода и шапка И борода и шапка Видимо, борода и шапка этим юмористам помогли Могилевская команда «Радука» стала чемпионом 2013 года Но, как говорят веселые и находчивые Ничто их так не вдохновляет, как студенческая жизнь Отсюда мораль КВН и студенчество Понятие тождественное Завидую я иногда журналистам Везде бывают, везде их пускают И на КВН, и в театр И в цирк бесплатно Журналистика – сложная и тяжелая профессия Требует точности, грамотности и находчивости И, конечно же, смелости Особенно, когда редакция дает задание сделать опрос С шокирующими вопросами И таким вещам можно научиться Например, на факультете журналистики Катя Гордеевская учится на втором курсе А уже главный редактор И пусть тираж студенческой газеты Факультета славянской филологии невелик Для будущего журналиста Это хороший практический опыт Мы пытаемся избегать очень больших статей И, конечно же, делаем акцент на фотографиях Потому что они сразу же привлекают свое внимание Тут и критические материалы И социологические опросы И даже тайная жизнь преподавателей Николай Николаевич Коротков В свое время участвовал в республиканских соревнованиях по фехтованию Это на самом деле было шоком для многих Специальность журналистика в Могилевском государственном университете имени Кулешова Молодая, около 12 лет здесь готовят журналистов-печатников Но ребята способны не только писать статьи Ни одно ток-шоу-перезагрузка телерадиокомпании Могилев Не обходится без участия этих студентов Я считаю, ты сказала вообще неправильно Экологическими вопросами надо просто овладеть Просто обнять его Интересно было узнать вот изнутри, вот из самой кухни, как это все делается Чтобы посмотреть будущих акул-пера в деле Редакторы программы «Альма-Матер» решили устроить им профессиональный тест-драйв И отправили в народ с шокирующим вопросом Представьте, что в Могилев прилетели инопланетяне Куда бы вы их сводили? Все зависит от того, как уйдут они Я бы с ними села и улетела Не знаю, куда-нибудь Некоторые люди смущаются, большая камера Я бы тоже, наверное, растерялся Но вообще здорово С такой активностью и творческим запалом И до Пуллицеровской премии недалеко У журналистов, похоже, нет ни отпуска, ни выходных Чуть что увидят, сразу снимают, фотографируют Диктофон под нос суют Миша, ну мы же с тобой студенты У нас каникулы по расписанию Мои быстро пролетели Тебя погубил интернет А что еще делать? Смотрите, слушайте Могилевские студенты делятся идеями Как сделать каникул классными Все, долой будильник У нас каникулы А впереди беззаботные дни и бессонные ночи Но сколько бы каникулы не длились Студентов все равно их будет мало Так как же провести каникулы с пользой? Пойдем, народ, и узнаем Где бываем? В клубах Как началось выспаться? Вот еще не проблема Не хватает, да Кафе, кино Пока молодые были Танцы, как сейчас дискотеки Конечно, наше время для нас было интереснее, чем сейчас Каникул не хватает Хочется спать и спать Каникул хватает? Нет А что насчет выспаться? Тоже нет А сколько нужно идеально каникулы, чтобы длились? Кодика так четыре А я на каникулы цитаты собрала Вот угадай, кто сказал такую фразу День прошелся я, если я не потанцевал Не иначе, как цискоридзе Если бы Это сказал сам Митчо Да ты что, и он туда же Куда же, туда же На чемпионат по брейк-дансу И еще Чтобы ты не считала меня совсем дремучим Танцоры Атлеты бога Знаешь, кто сказал? Сам Эйнштейн Так вот Да, круть Поддерживай, поддерживай Это не съемки фильма «Шаг вперед» Это настоящий гип-хоп-баттл 50 участников за всей республики Съехались в Могилев Чтобы помериться силами В танцевальном мастерстве Девчонки, как эмоции? Супер Что вы рассказывали своим танцам? В чем его смысл? В том, что мальчики Не хотят признавать, что девочки Умеют танцевать брейк-данс И мы рассказывали, что девочки Тоже могут это станцевать Чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу Дизун именно в таком формате в Могилеве Прошел впервые Участники от мала до велика Одни еще сидят за школьной партой Другие грызут гранит науки в вузах Но всех их объединяет дух уличных танцев Я просто танцую, слушаю музыку И, ну, как бы успокаиваюсь И все Танцы дают мне выход Энергии, особенно негативной Двигать руками и ногами в такт музыки Тут недостаточно Каждая хип-хоп-постановка Это отдельная история Отсюда и красноречивые костюмы Тема у нас была одна Это офис Поэтому, следовательно, мы выбрали костюмы В черно-белой гране Мы отрабатываем танец уже около года Что самое сложное в хип-хопе? Хип-хоп это культура Самое сложное оставаться в ней Не просто на показ А действительно быть настоящим Знать истоки Субкультура хип-хопа зародилась в начале 70-х В афроамериканских и латиноамериканских кварталах Бронкса Хип-хоп развивался на улицах Нью-Йорка Как сочетание эмсинга, диджейнга, брейкинга и рисования граффити Если в Америке хип-хоперами рождается То у нас ими становятся А пути для этого самые разные Начинал с народной хореографии Потом как-то начал заниматься современной хореографией Меня больше это заинтересовало А хип-хоп, он дает как бы свободу действий Как бы показать свой внутренний мир Кроме зрелищного стрит-шоу Представители команд сразились в танцевальных баттлах На танцполе полное равенство полов Девушки парням ничуть не уступают Стрит-атмосферу поддерживали лучшие могилевские диджеи и эмси бит Мне сегодняшний хип-хоп очень понравился Получила очень много эмоций Спасибо ребятам, все старались, все молодцы Очень впечатляет, как можно вообще так танцевать Потому что мы так неужели Лучшим коллективом стали хип-хоперы из горок В баттлах среди начинающих победили могилевчане Кубок за первое место среди профессионалов отправился в Минск Но проигравших здесь нет Для этих ребят танец – это стиль жизни Очень круто, стильно, виртуозно И в продолжении музыкальной темы еще один сюжет Наша героиня не только учится, но и работает Совмещая студенческую жизнь и трудовые будни Учеба учебой, но что делать молодым амбициозным особам Чьи профессиональные искания не отмещаются в рамки одних учебных планов Ответ на этот вопрос знает Алина Рындина Учащийся Могилевского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова Чем больше ты поешь, тем лучше ты поешь Чем чаще ты поешь, тем лучше ты поешь Вот, поэтому практика очень важна Вот с такими профессиональными убеждениями на третьем курсе Алина отправилась на прослушивание в Могилевскую городскую капеллу Это и способ окунуться в свою профессию поближе Работа в коллективе и, конечно же, практика Привыкать пришлось к скорости разучивания произведений Очень мало времени дается и намного все быстрее, нежели в колледже Чем, я бы сказал, раньше начинается не то, что трудовая деятельность А именно творческая активность молодых людей Тем, конечно, больше они в последствии своего творческого пути будут иметь как профессионалы Репетиции три раза в неделю, по четыре часа А еще концерты При этом уроки и экзамены еще никто не отменял В такой ситуации главное, чтобы педагоги поддержали Работать нужно Чем раньше начнет человек работать, тем быстрее он многое что поймет Вот в мое время, когда я училась даже в консерватории, нам запрещали работать Но теперь уже, как говорится, другая пошла струя При этом педагоги добавляют Надо опасаться побочных эффектов Излишней амбициозности и зазнательности Коснулось ли это нашей героине? Об этом следует спросить тех, кто знает Алину не один год Какой была, такой и она и осталась Появилось больше, я думаю, ответственности, серьезности Больше стало Часто, когда участвуем в конкурсах каких-то вместе, в групповых То за идеями можно обратиться Безусловно, в жизни я свяжу свою слоу Безусловно, в жизни я свяжу свою с вокалом Пока не знаю еще, куда я буду поступать в распутье, так сказать Но, безусловно, это будет связано с вокалом Хочу быть артистом В достижении цели все средства хороши Ну, или почти все Вот, например, взять оперную диву Анну Нетребко Прежде чем подняться на сценические подмостки Анна, будучи студенткой, устроилась в Мариинский театр Мыть пол в фойе А спустя два года стала солисткой Так что путь нашей Алины не самый тернистый Если есть возможность себя реализовать То упускать ее не следует Чего и вам желаем А на сегодня у нас все Увидимся через две недели В это же время, на этом же месте Не проспите самое интересное Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова